срочно выполнив ваш заказ по созданию сайта моя специализация joomla и wordpress здравствуйте в этом видео я хочу показать вам бесплатный системный плагин для joomla 4 всплывающее окно pop-up причем у меня уже были такие похожие уроки по joomla 3 но данный плагин доступен только для joomla 4 и именно вот как он работает таких плагинов я еще не видел у вас есть возможность вставить три рекламные ссылки в плагин это могут быть ваши сайты либо это может быть какие-то сторонние сайты с рекламой которые рандомно будут открываться в новом браузерном окне когда ваш клиент или ваш зритель гулять по вашему сайту нажимая на любые ссылки на вашем сайте это пункты меню это ваши статьи то есть он как бы нажимает на пункт меню но ему автоматически плюс еще всплывает окно и она не как модальное окно lightbox так называемый да она всплывает в новом браузерном окне смотрите достаточно интересно такого я еще не видел и то что интересно что плагин бесплатный и очень простой в настройке меня зовут федор васильев и подробности в этом видео итак мы находимся сейчас на моем тестовом сайте joomla 4 и прежде чем мы рассмотрим плагин давайте посмотрим сразу на его работу то есть как он работает некоторые нюансы которые могут мешать работе данного плагина тоже обязательно озвучу то есть смотрите вы видели я нажал просто на меню макеты то есть как бы хотел перейти в подпункт меню данного сайта я туда перешел и плюс в новом браузерном окне то есть это не всплывающее модальное окно ну по сути у них смысл один тот же но просто немножко метод другой то есть вот новое браузерное окно вот я могу его перемещать могу его закрыть сделать его на весь экран человеку сразу навязывается по сути ссылка любая ссылка то есть сюда нельзя вставить что-то заготовленное типа какой-то контент статью но именно ссылку можно самой статье там можно или на странице это все как-то украсить но именно вставить мы можем только ссылку причем мы можем вставить три ссылки и они будут открываться рандомно то есть случайном порядке на выбор плагина будут открываться то один то второй то третий сайт если нужно чтобы открывался только один сайт ну наверное нужно просто в три опции вставить только один url тогда будет открываться один сайт но и такой маленький лайфхак или эти два поля оставить пустыми но и не знаю не проверял как это будет работать все бы хорошо но в чем здесь есть проблема а в том что у пользователя может быть включена в браузере защита от всплывающих окон и браузер будет блокировать ваши модальные окна даже у меня здесь это можно наблюдать то есть он срабатывает не всегда вот я например на блок зашел и браузер посчитал окно как бы рекламным который нужно блокировать то есть вы же не сможете пользователям объяснить что пожалуйста заблокируйте то есть закройте вот эти все настройки по защите от всплывающих окон никто этого делать не будет поэтому окно будет всплывать только тем людям у кого не настроена защита от модальных окон или это окно будет срабатывать не на всех ссылках потому что вот я гуляю по страницам вот сейчас вот так вот это выглядит браузер предупредил что он закрыл модальное окно да но почему-то вот например на переход по макетам у меня стабильно срабатывает окна вот сейчас пример вы видите уже другой мой сайт всплыл потому что в настройках я указал три разных ссылки в принципе в принципе плагин очень интересный потому что он бесплатный и многим наверное очень будет полезен и очень простой легкий системный плагин давайте его рассмотрим сам плагин ссылку на скачку если вы видео смотрите с ютюба я оставлю ссылку на свою статью fedor васильев . com в описании провалитесь на мой сайт и уже на статье вы скачаете увидите ссылку для скачки данного плагина я прилагаю ссылку на официальный сайт разработчика скачивать архив на компьютер потом устанавливаете к себе на джумлу соответственно установка обычная вы придете система дальше вы перейдете расширение архив с плагином перетащите в эту область автоматически плагин установится после этого вы перейдете панель управления плагины отсортируйте по айди кликните потом кликните еще раз на айди чтобы отсортировать и ваш плагин покажется в самом верху вот его название систем по пандер по пап плагин тип его системный он у меня уже включен давайте зайдем внутрь посмотрим настройки то есть у вас будет вот так вот вы его обязательно включаете настроек здесь немного смотрите вот три опция которых я говорил нам говорится вот здесь под каждой опции что сайт ссылка должна начинаться либо с http либо со https протоколом ну то есть вот она пример полная ссылка если у вас один url адрес рекламный хотите только один но попробуйте вот эти два нижних поля оставить пустыми не знаю как это сработает если это как-то по-другому сработает например будет какой-то дефолтный сайт подставляться но тогда берете свою ссылку и проставляйте ее три раза если действительно вам нужно три разных ссылки ссылка может быть любая внутренне ваша страница то есть это реклама ваших же страниц других страниц ваших статей продуктов или других ваших сайтов либо это мог быть вообще сторонний сайт то есть просто вставляйте три ссылки плагин рандомно случайном порядке выбирает и показывает любую из этих трех ссылок дальше уже высота и ширина окна в процентах измеряется вы видели какое окно 70 процентов я считаю нормально такое большое окно но вы можете это сделать меньше или больше ширину и высоту до дальше осталось две опции где то есть как показывать в с ваша всплывающее окно l pages то есть показывает на всех страницах вашего сайта или он ли homepage то есть показывает только для главной страницы то есть вот у меня есть главное только для главной страницы окно будет работать но максимальный эффект если вы хотите рекламировать эти ссылки лучше сделать на всех страницах и сессия полезна для ваших постоянных читателей те кто заходят на ваш сайт и гуляют по сайту нажимая на разные ссылки блога там страницы так далее то есть если вы это включаете то одному человеку а покажется окно один раз за сеанс то есть пока там не обновится его там кэш-браузера например тогда надо включить ес вот так вот чтобы не были эти навязчивыми потому что вашим постоянным читателям а это будет напрягать если вы оставите ноу нет даже если пользователь только зашел впервые на ваш сайт он может также гулять по вашему сайту и 5 ссылок нажал и пять раз ему окно будет всплывать если у нее нет защиты блокировки в его браузере поэтому здесь я рекомендую поставить все-таки ес иначе у вас будет плохие поведенческие факторы ну то есть это человек будет мало задерживаться на вашем сайте его его это будет напрягать это очень важный момент поэтому сейчас делаю здесь акцент лучше поставить ес иначе вы будете терять новых клиентов и тех кто у вас уже давно смотрит один раз показали клиенту за сессию он это окно закрыл все больше его это будет не будет тревожить если он увидит что ему приходится два три четыре раза закрывать и ваши окна его это будет раздражать и у вас есть шанс потерять и вашего зрителя или потенциального клиента вот они все настройки на мой взгляд очень крайне полезный плагин надеюсь для вас видео было тоже полезным увидимся с вами в следующих видео пока пока друзья в следующих видео Продолжение следует...